секундочку вот все ребята мы в саду иркутяне сказали будем задавать вопросы с удовольствием отвечаю поехали вот это привитая слива знаете вы сейчас будете смеяться давайте так жалко что я на все вопросы не отвечу конца давайте так видите в эту нижнюю ветку абрикосовая да это потому что она пошла ниже прививки это подвой поняли вот она и вы молодец что вы сразу определили что мы говорим сливы лежат сливы вот слива да смотрите висит а вы сказали абрикосовая ветка вы наблюдательны это огромный плюс то есть на абрикос это подвой от подвоя пошла вот это вот она пошла слива а теперь смотрите узнаете слива слива причем крупные это венгерка слива венгерка грация вот я немножко искалечил посмотрите ветки беру вот и это короткий век когда вы будете питомниководом у вас будет маточный сад и вы самое лучшее согласитесь что это чудо ну конечно вот мы же находимся не на юге же угощайтесь держите вот большая крупная слива ну вы знаете огущаясь подряд вам почему-то не последнюю сняли я люблю я с украины она с кислинкой мне так нравится когда хрустит когда с кислинкой а вот и китайки их невозможно есть они настолько сладки давайте этом видим одновременно они плодоносят дело в том что я с огромным нетерпением жду когда за плодоносит абрикос она да она позже появилась ему примерно сейчас 3-4 года вот вот это вот это вот абрикоса я про что гены друг другу не интересно не мешает жить плодоносить дальше смотрите одно из открытий причем мой друг чернобаев на эти на абрикосы привал венгерки и получил удивительный результат и розовый цвет это и морозостойкость почему-то от от этого от абрикоса культурного от бая прививки и именно а я потом проверил вот же видите я потом проверил и у меня руки зачесались я начал привать на абрикосы и венгерки чувствует прекрасно посмотрите высота вот есть туда глянь 6 метров да вот единственное я говорю я искалечил видите обрезана вот они по ним не выдерживает когда ветки берем с нее это это жертвенное маточное дерево да со сливы вот просто абрикос то я понял быстро отрастает нет а я последние годы последние годы да последние годы прирост и мощный то есть симбиоз получился и это себя чувствует прекрасно еще раз говорю сухие ветки результат моих обрезок с нее взяток а вы уже сюда замахнулись но у чернобаева получился я растить постоянно постоянно будет у меня слива сидеть на абрикосе это же будет гибрид уже это же не будет уже чистый сорт сливы так полная на пора прощаться будете да яблочки да ну там еще пойдете найдете настолько только гостей сами бывает не хватает не спел и прям вкус не невозможно одна была уцензил но она еще зеленовато это настоящая груша нормально вот можете поправить я я еще их это я понял вот вот у нас вот пока пределах мы поправить приехали мы пройдя я говорю так ведра есть эти сумки есть собирайте мой бой земляк в общем еще груши обобрал вот это а значит я понял так с вас уже торгаша не получится вы это будете теперь этим самым испытателем ученым вот сколько вам лет 36 ой боже поступать в институт а хотя вы посетите с ним да выпускник нет но они научат только диплом дадут а для чего там вот у сереги есть диплом а ну вот мы же приехали к нему мы не спрашивали у него диплом мы спрашиваем качество они диплом все пойдемте амп теперь вы сказали шелковицу жизни не видели пойдемте сейчас только полчаса назад он выкопал саженец и повез город значит смотрите это дерево я угробил тем что я продавал все ветки видите чем дело кончилось но живучие смотрите отросло в этом году я шелковицу ял горстями нет это корни собственно вот ага сейчас не могу веточки вот эти я себе уже нарежу сушу это будет сахар разбиваю вот как потенциальная диабетика это шелковица это не то что продают продают в сибири нет ни одного персикового сада а персики якобы выращивают ни одного черешнего сада а саженцы выращивают и говорят у нас есть по факту нет вот бывают неудачи видите фундук ни одной ягодки а уже десять лет как он замерзшие видите эти сережки 10 лет назад привез из этого и не замерзает главное и не плодоносит а эти там у меня лещина вот это да мелкие ну лещина у нас растет а ну тогда отлично пойдемте так вот это то что у нас не растет черешня у вас на пределе я даже не советую заниматься вот пожалуйста черешни вот пожалуйста через все смотрите вот вот эти хотите я вас угощу вишни это все птицам досталось вот попробуйте вот эти дело в том что это самое это с украины дерево уже старое они уже не такие крупные как были на молодом дереве можно кушать на вишню очень похоже так это вишня я и говорю черешня вот а это вещи жуковская плюс украины черенки когда был страшный урожай и разорвало смотрите а то что сейчас вы едите это уже от по двое пошло видите и вы точно так же как в истории с левой чая абрикоса можете сказать а визитивный гибрид получше или нет пока же нет здрасте подвоенный вкуснее культурный как по мне ну тут же опять у всех разный вкус ну тогда получился визитивный гибрид раз похвалили да попробуйте вы да нет это та же самая жуковская попробуйте а дело в том что а у них а это получились правда в детективные гибриды получились а вот понимаете расщепление свойств происходит в каждый раз вот по двое вроде одинаковая да да в том-то и дело что векративной гибридизации сейчас взорвусь это реальность вот вы сейчас только вот ну пусть черешня отошла вон она мощная черешня посмотрите посмотрите вон на те крупнейшие плоды вишня жуковская на том дереве вдруг вы говорите подвойная вот вот подвойная да вдруг вашему так то второму товарищу показалось слаще кажется а вот это твердая и каждый раз что-то свое это гигантская возможности для селекции только то это самое никто серьезно этим не занимается вишнями уж точно да не только вишнями ну ничего то есть можно пойти по этому тоже долгому пути да какой долгий все что касается прививок буду получать разные маленько по одну сторону а вам а вам хоть одна не понравилась даже вот подвойную эту перехвалил сказал на косе чем поле прямой но я начал волноваться потому что это моя тема векзативной гибридизации ложь как меня это морду мне набили эти упуститься теми ряджики вот у железа вырастут купить у железа вырастут дички эти никто не может подтвердить из них свои слова да как подтвердят они же я же беру цитату ихнюю что это ложь за наука ложь это самое что при я про то что когда ты называешь я же их фразу там скопировал показать что вот я сделал 10 таких вот прививок и всех 10 а зачем доказывать они же взяли цитату я же нашел и это сейчас легко делается берется цитата копируется в яндекс и читаю 30-е тире 50-е годы было это же с 90 лет назад было установлено кто то 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 векзативной организации ложь это я вот его все что вы видите это все херня вам показалось это дикие несъедобные вишни вот они да ну якобы типа так ладно пойдем это мы на это никогда не закончим дойдем я пока выключить тогда пойдем до самого конца